Вести Дагестан Вести Дагестан Седьмая сессия Народного Собрания Депутаты рассмотрели больше двух десятков вопросов Обсуждая параметры республиканского бюджета Парламентарии акцентировали внимание На необходимости активизации работы По увеличению доходной части Помощи инвесторам Вкладывающимся в реальный сектор экономики Также внесены изменения в ряд законов Определены 22 поручения для счетной палаты В эфире радио России Дагестан Сергей Меликов поблагодарил дагестанцев за обращение Накануне глава республики провел прямую линию За почти три часа общения Руководитель региона ответил на несколько десятков вопросов Среди них вопросы социального характера Проблемы энерго- и водоснабжения Реконструкция дорог Земельные споры Все просьбы и обращения Сергей Меликов взял под личный контроль О том, как проходил открытый диалог власти и народа В репортаже Патима Сулеймановой Общение без посредников О проведении второго за этот год Откровенного разговора с жителями республики Сергей Меликов объявил две недели назад Дагестанцы не упустили свои возможности Задать вопрос первому лицу региона За 14 дней на каналы связи прямой линии Поступило более 5000 обращений Проблемы в сфере ЖКХ Благоустройство территорий Качество дорог Социальная политика Образование Здравоохранение Каждый поступивший вопрос Это попытка дагестанцев поучаствовать в развитии родной республики Характерно то, что я попросил вас Чтобы мы прямой эфир провели именно сейчас Потому что мы продолжаем работать над бюджетом И вполне возможно, что ряд вопросов, которые требуют финансовых вливаний Или реализации через различные программы Которые будут в бюджете предусмотрены как в 2024, так и в 2025 и 2026 году Найдут свое отражение в законе о бюджете республики Дагестан На 2024 и плановый период 2025 и 2026 года Много вопросов, поступивших на прямую линию Касались качества обслуживания многоквартирных домов И состояния придомовых территорий Проблема в том, что многие дома были построены незаконно Будем подходить к каждому такому проблемному объекту точечно Заверил Сергей Меликов Поселять граждан там, где они уже живут В тех домах, которые имеют возможность получить После проведения определенных работ И проведения после этих работ Нормативное состояние технических условий Они, конечно, будут стоять Как бы уродливо они не находились на территории города Но, тем не менее, мы понимаем, что это большой социальный долг Если мы возьмем его на себя Путем выселения или сноса этих многоквартирных домов Мы его никак не отдадим Поэтому мы идем по пути подхода к каждому дому Устранению тех недостатков, которые препятствуют Получению нормативных документов на проживание там граждан Организацию управляющей компанией Устойчивой эксплуатации этих жилых домов Жители Махачкалы и близлежащих поселков Интересовало, какая работа проводится в республике По улучшению энергоснабжения Мы идем по трем основным направлениям Первое и самое срочное направление Самое скоростное направление Оперативное направление Это аварийно-установительная работа Для этого еще в 2021 году Мы повысили требовательность К организациям, которые эксплуатируют Энергетический комплекс В плане создания вот этих аварийных бригад Мы добились того, что Срок проведения аварийно-установительных работ Значительно сократился То есть если раньше он продолжал в течение нескольких суток То сегодня мы стараемся В зависимости опять же от сложности аварий Эти аварийно-установительные работы провести в течение нескольких часов Второй этап То, что мы с 2021 года Включили в план подготовки к осенне-зимнему периоду Отдельно выделили мероприятие по энергетическому комплексу По большому счету это то, что мы делаем в принципе Для изменения или улучшения качества подаваемых энергетических услуг Сюда мы включили те первоочередные мероприятия Которые мы опять же должны проводить как можно быстрее Вот замена трансформаторов Замена кабельных линий Замена опор поэтапно И третий объем, он самый большой Это программа повышения надежности Которая рассчитана до 2027 года Но мы видим, что наверное ее нужно продлевать до 30-го года Для того, чтобы действительно снять в Дагестане все проблемы с энергетикой Это большая работа и большие деньги Мы здесь говорим не только о трансформаторных подстанциях О кабельных линиях или опорах линий электропередач Мы здесь говорим еще и о высоковольтных линиях Мы говорим здесь о тех источниках большой мощности Которые тоже уже все сроки эксплуатационные превысили Поэтому мы идем по таким трем направлениям То есть это ежедневная работа, ежегодная работа И работа, которая предполагает реализовать программу повышения надежности Вот на долгосрочный период Рассказал Сергей Меликов и о строительстве магистрального водовода Черкей-Махачкала-Каспийск Который позволит обеспечить питьевой водой более 900 тысяч человек Ну я скажу прямо, абсолютно без всякого пафоса Беспрецедентного объема водовода Черкей-Махачкала-Каспийск На сегодняшний день работы подобного объема в Российской Федерации не проводят Но у нас этого водовода не было Недавно я поездку совершал в Черкей То есть мы смотрели, как этот водовод строится Он действительно строится достаточно динамично Практически трасса вся проложена Теперь мы на следующий год приступаем к строительству водозаборного узла И вода, это чистейшая вода не только в Дагестане, но на всем Северном Кавказе Через этот водовод будет подаваться не только в Махачкалу, но и в те поселки, которые сегодня стали Вошли в состав городского округа Махачкала Каспийск, который, я не знаю, сколько лет Каспийчане страдают без отсутствия воды А в последующем мы предполагаем длинуть его и дальше в сторону Избирбаш На прямую линию поступило и обращение жителя Гумбетовского района с просьбой о строительстве дорог в сельской местности Сергей Меликов подробно рассказал, какая работа ведется в Дагестане по развитию дорожной сети Буквально вчера Джамбулат Шапиевич мне представил концепцию развития дорог И в том числе не только дорог, но и транспорта Как в крупных населенных пунктах, так и межмуниципальной транспортной сети Сейчас мы эту концепцию детально изучаем И в феврале мы ее будем презентовать Презентация будет открытой Такой же, как мы в свое время предоставили возможность всем поучаствовать в презентации Если вы помните, летом этого года создание комплекса очистных сооружений в Махачкале Помните, была такая? Да, была Вот такая же открытая презентация по дорожной сети Для того, чтобы мы сняли те многие вопросы, которые сегодня от жителей поступают У нас есть такая концепция И я бы хотел сказать, что благодаря нашему хорошему взаимодействию И заместителем председателя правительства Российской Федерации Марат Шказановичем Хуснулиным И с Министерством транспорта, и с Министерством строительства Потому что часть полномочий принадлежит Минпрому в этом отношении Мы сегодня, я считаю, сделали прорыв И об этом прорыве говорил Владимир Владимирович, когда мы в сентябре открывали участок федеральной трассы Р-217 Недалеко от Махачкалы Прорыв заключается в том, что даже президент Российской Федерации поставил задачу на следующий год Начать строительство объездных путей транспортных вокруг Хасавюрта, Махачкалы и Дербента Для Дагестана это прям, знаете, как вода Рост количества аварий на дорогах также беспокоят жители республики Сергей Меликов в очередной раз обратился к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения Обращение банальное Соблюдайте правила дорожного движения Не пересекайте разграничительных полос Не выезжайте на полосу встречного движения Не превышайте скорость там, где не должны вы ее превышать Ведь у нас же абсолютное большинство аварий происходит не из-за того, что дорога плохая Не из-за того, что у кого-то там лопнуло колесо от того, что оно в яму попало А из-за того, что люди сами нарушают правила дорожного движения И убивая себя, убивают других Когда эта джигитовка на дорогах закончится Тогда на самом деле закончится и тот уровень смертности на дорогах, который мы сегодня имеем А если она не закончится, то вы хоть европейский автобан тут постройте Все равно это будет происходить Потому что у людей, во-первых, нет чувства самосохранения А во-вторых, у большинства виновников этих аварий Отсутствует абсолютная ответственность управления средством повышенной опасности Средство повышенной опасности – это автомобиль, мотоцикл и даже самокат Вопросы студии прямой линии Махачкалинка Сакинат Магомедова обратилась к главе региона с просьбой увеличить количество машин для проекта «Социальное такси» Добрый день, Сергей Алимович У меня такой вопрос, я уже в прошлый раз обращалась к вам по поводу социального такси Социальный проект он есть, его выпустили Но, к сожалению, машина всего лишь одна Есть очень много запросов, востребованностей в этом социальном проекте И очень просим вас поддержать этот проект, чтобы машин было хотя бы пять в нашем городе Потому что, к сожалению, у нас становится все больше людей с ограниченными возможностями Поэтому хотелось бы, чтобы этот проект поддержали и чтобы «Социальное такси» работало Спасибо Ну, к сожалению, с учетом участия наших земляков в специальной военной операции Мы не можем исключить и то, что их будет и прибавляться Ребята уже сегодня возвращаются и возвращаются с определенными степенями инвалидности, к сожалению Поэтому прямо сейчас я даю Джамбулат Шапеевичу, знаю его ответственность Проработайте вопрос вместе с Русланом Олевичем И при первом транше, который мы сможем осуществить в 2024 году, сейчас конец года Или, может быть, при наличии средств экономии в 2023 году Давайте приобретем до 10 машин До 10 машин для социального такси Открытый диалог длился без малого три часа Каждый из озвученных вопросов уже на контроле главы республики Все обращения, поступившие на прямую линию, также будут рассмотрены в скором времени Сразу после общения со жителями республики глава региона подвел краткий итог прямой линии Мы живем одними проблемами и ожидать каких-то других тем, которые бы сегодня обсуждали, было бы, наверное, неестественно Поэтому основные вопросы это ЖКХ, основные вопросы это энергетика и газовое хозяйство Основные вопросы, и меня это, честно говоря, порадовало, вопрос обеспечения как транспортной безопасности Так и развитие транспорта в населенных пунктах, прежде всего в столице Вы знаете, я могу как вывод сказать, что в этом году вопросы были гораздо глубже, нежели в прошлом и в позапрошлом Это говорит о том, что они остаются Но само глуманное погружение в эти проблемы говорит о том, что эти проблемы решаются И если в прошлом году многие вопросы вот такие были на поверхности, то сегодня они более детальны Значит, люди видят, что мы способны эти вопросы решать, способны эти задачи реализовывать И все-таки, как бы то ни было, доверие между властью и обществом, оно есть у нас на сегодняшний день И мы сближаемся с теми, ради которых, собственно говоря, власть должна работать, то есть с нашим народом, с нашим населением Своим мнением о прямом эфире с нами поделились участники прямой линии в студии Это участник СВО Джамаладин Амарханов, член общественной палаты Шамиль Абдулгаджиев и юрист Мухаммад Рамазанов Здесь прозвучал вопрос о том, что о создании социального такси, то, что их недостаточно Наши ребята будут приезжать в СВО, у них будут определенные проблемы по здоровью Они будут, многие возвращаться будут инвалидами И это очень актуально, что в таком формате тоже будет им оказана помощь и поддержка Подобного формата встречи уверен, что необходимо увеличить В том числе и не только глава республики, что проводил прямую трансляцию В том числе и главы муниципальных образований районов и городов встречались с жильцами, с жителями, с населением их районов В том числе депутаты народного собрания, что проводили встречи с населением Так, быстрая будет реакция на существующие социальные проблемы на местах и быстрее они будут решаться Он ответил на те вопросы, которые у меня были, поэтому смысла не было их задавать Это опять-таки ЖКХ и многоквартирные дома, незаконное строительство многоквартирных домов Поэтому я их особенно запомнил Мне понравился тот факт, подход, получается, он понимает То есть мне понравилось, что он знает проблему изнутри Вопросы, как в январе, получается, был прямой эфир Сегодня был архив, соответственно, их разрешение Возможно, уже в следующем прямом эфире мы увидим, что сегодняшние проблемы озвучены, будут разрешения потом Сергей Миликов встретился в Доме дружбы с семьями погибших участников СВО По традиции глава региона возложил цветы к портретам солдатов и офицеров До конца выполнивших свой воинский долг Ваши братья, отцы, мужья отдали жизнь за независимость страны и счастье будущих поколений Военнослужащие, спасшие жизни других ценой собственной жизни Настоящие герои И память о них будет жить вечно в наших сердцах Отметил глава республики Обращаясь к родным и близким павших героев, он заверил, что им будет оказана вся необходимая помощь И ни один вопрос не останется без ответа Когда человек на поле боя погибает, он невольно своей жизнью спасает жизнь других Он принимает пулю, осколок, снаряд, тот, который не достается другим Так вот эти люди, они воистину становятся героями И для нас, для всех они становятся святыми Потому что именно так отдать жизнь во имя счастья других людей способны только герои Динамика роста по всем направлениям, несмотря на проблемы Основные показатели агропромышленного комплекса Обсудили на заседании Совета по развитию агрокомплекса Глава региона отметил, что по ряду позиций Республика уже превзошла лучшие результаты советского периода О результатах и достижениях в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности За последние несколько лет расскажет Джамиль Салимов В этом году, несмотря на различные вызовы и ограничения АПК республики демонстрирует устойчивую динамику роста Увеличилось поголовье овец, крупного рогатого скота и птицы Республика вошла в тройку производителей фруктов в стране Достигнута договоренность о создании в Дагестане предприятий по переработке шерсти Последние годы агросектор демонстрирует хорошую динамику По ряду позиций мы уже превзошли результаты советского периода Что опять же характерно для нашей республики по сравнению с другими регионами И основные показатели, которые внушают нам серьезный оптимизм Это поголовье овец, производство баранины, производство риса, производство овощей, виноградарство И я хочу еще раз выразить огромную благодарность Труженикам села за их отношение к родной земле Заметной проблемой остается отсутствие местных квалифицированных кадров Абдул-Муслим Абдул-Муслимов отметил, что во время рабочих поездок Часто сталкивается с тем, что на ведущих предприятиях республики Работают технологами, агрономами, иностранцы или выходцы из других регионов страны Дагестан есть и будет одним из ведущих аграрных регионов страны Отметил Гава Республики Для возрождения сельского хозяйства в Дагестане При поддержке профильного федерального министерства уже сделано очень многое Есть понимание того, как решать имеющиеся проблемные вопросы Чтобы обеспечить дальнейший рост показателей в этой сфере Вы слушаете радио России Дагестан Новости культуры Форум современной музыки «Творческие пересечения» продолжается Сегодня в зале Комыкского театра авторский концерт Игоря Казакова К юбилею композитора его музыку исполнит симфонический оркестр Дагестанского театра оперы и балета Под управлением народного артиста России Валерия Хлебникова и солиста филармонии По сообщению Дагестанского гидрометцентра В ближайшие сутки по районам республики ожидается Без осадков утро местами туман Ветер северо-западный 9-14 Днем восточный и юго-восточный 7-12 метров в секунду В горных районах юго-западный 6-11 Ночью местами до 15 метров в секунду Температура воздуха ночью 5-10 Днем 10-15 тепла По горным районам ночью от 2 мороза до 3 тепла По предгорным районам 3-8 тепла Днем 8-13 тепла, местами до плюс 17 В 13 часов в Махачкале температура воздуха была 9 градусов тепла Атмосферное давление 761 мм ртутного столба Влажность 78% В Махачкале в ближайшие сутки ожидается Без осадков, ветер северо-западный 9-14 Днем юго-восточный 6-11 метров в секунду Температура воздуха ночью 6-8 Днем 11-13 тепла Вода в море 13 градусов Это был информационный выпуск Вести Дагестан Вела выпуск Бедернися Гусейнова, звукорежиссер Амумин Аталиева Прощаемся с пожеланиями доброго вечера и хороших новостей Вчера и хороших новостей